Мы понимаем, что, конечно, на фоне праздников, друзья, вы могли, и на фоне событий, которые происходят в России, вы могли пропустить еще одно знаковое событие, ведь сегодня годовщина с момента, когда был уничтожен Евгений Пригожин, и тогда мы еще решили, помню, 23 августа 23 года, что это такой своеобразный подарок Украине к Дню независимости, но все оказалось гораздо сложнее. И вот я сегодня, когда решил посмотреть, есть ли какие-то новости по запросу «Смерть Пригожина», вышел новый опрос, его провела компания New Image Marketing Group, который показал, что половина россиян до сих пор верит, что Пригожин на самом деле жив. А вы как думаете, Максимилиан? — Пригожин мертв однозначно, но эта вера россиян, она показывает то, что запрос в обществе на такого героя есть. Пригожин должен был быть убит, и должен был быть убит именно показательно, так как это сделал Путин, потому что после того, как он не довел до конца свой мятеж, это однозначно означало его гибель. В системе Путина не может существовать кто-то, кто покушается на его власть, в системе Путина не может существовать кто-то нелояльный, в системе Путина не может существовать кто-то, кто, как ему кажется, выдает слишком много критики. Поэтому смерть Пригожина была закономерна. И можно сказать смело, что во всей нынешней путинской вертикали он был единственным человеком, который был ей по-настоящему чушь. Да, у него там есть пятна в биографии, криминал. Да, он точно такой же коммерсант, как и остальные российские коммерсанты, встроенные в путинскую вертикаль. То есть у него там был не совсем честный бизнес. Вспомним одни истории с детским питанием, какую дрянин поставлял в школы, что он поставлял в Министерство обороны. Вопрос в другом. Пригожин, как любой человек, эволюционировал. Да, и начав с позиции ультрапатриота, он к финалу своей жизни подошел как яростный критик режима. И мы даже видим, что последние его высказывания перед гибелью, перед мятежом, они звучали в том контексте, пора эту безумную войну заканчивать. Мы уже помним, да, как он говорил. И помним те слова, буквально передаю, да, не зреть ли там в Москве паскудное мыслишко сбросить на Белгород ядреную бомбочку, да, чтобы показать свою силу. Вот, мы все это понимаем. Мы видим, насколько эффективной была его структура ЧВК «Вагнер». То есть мы понимаем, что она единственная, кто добивался успехов, пусть и реками крови, в том числе заключенных в большом количестве погибших. Но она добивалась успеха, выполняла задачи, в то время как вся российская армия в это время буксовала. Вот. Пригожин чувствовал свою популярность в народе. Он, вы помните, и пиар-тур у него был, да, и он выходил уже с какими-то политическими предложениями. И, естественно, что за ним смотрели. Естественно, что за ним смотрели, его начали поджимать. И когда он почувствовал, что выхода уже из этой ситуации нет какого-то, скажем так, без применения силы, он решился на мятеж. Но меня удивляет то, с какой наивностью он доверился Путину, решил, что с ним можно договориться, что ему можно поверить. Это привело его к гибели. Причем, знаете, версия Кремля о том, что в самолете взорвали гранату, ну, это так смешно звучит. Граната с 50-80 граммной взрывчатки, крылья самолета не отрывает. Есть версия о закладке взрывного устройства, но в этом случае, скорее всего, было бы воспламенение топлива, и, мало того, экипаж успел бы передать сигнал бедствия. Я склоняюсь к версии о том, что Пригожин был убит, что его самолет был сбит средствами ПВО. При подрыве ракеты класса «Земля-воздух» там готовые поражающие элементы, которые в очень большом конусе, скажем так, накрывают цель. Вот вы видели, да, как малазийский «Боинг» выглядел, да, то есть это просто решето. И именно в этой ситуации экипаж погибает мгновенно и не успевает передавать никаких сигналов. Плюс сама локация вполне возможна, что Путин там чуть ли не из бинокля где-то наблюдал. Вы же понимаете, это очень трусливый и мстительный человек, и финальная деятельность Пригожина была для него оскорблением. Он позволял себе на повышенных тонах с ним разговаривать, после чего Путин перестал с ним вообще общаться, да, то есть поставил его на игнор. Вот, и публично оскорблял его деятелей в Лампасах, Шойгу Герасимова. Поэтому не исключаю версию, что этот мерзкий «Карлик» еще себе позволил удовольствие так насладиться смертью Пригожина, буквально в режиме онлайн, да, увидев его сбитие ракеты. Смерть Пригожина оставила много вопросов, но самый главный, который возникает, наверное, у наших зрителей, а что если, да, мы часто задаем вот такой риторический вопрос, а что если бы Пригожин не остановился, что если бы он дошел до Москвы. Могло бы это, ну, действительно, по факту привести к каким-то, ну, таким радикальным процессам, вероятно, даже к отстранению или, возможно, даже, там, убийству Путина? Да, конечно, вполне могло. Вполне могло. Одно можно было бы сказать, что бои бы шли жестокие. ЧВК «Вагнер» — это сплоченное, подготовленное военное формирование на тот момент. И, скажем так, придворные части, которые там находились, они, конечно, могли ее разбить, но это было бы в результате тяжелых боев. Плюс к Пригожину ведь очень многие хотели присоединиться, там, начиная от сотрудников ППС, да, и там ОМОНа, и включая те же самые какие-то армейские части, которые были расквартированы под Москвой. На его стороне были, скажем так, люди, которые знали окопы, да, а на стороне Шойгу, Герасимова, Путина, кто мог быть? Ну, только такие же генералы, полковники, которые могут отдавать приказ. Не факт, что этот приказ будет выполнен в установке, когда крепкая сила идет на Москву. Вот. Вопрос, продолжал бы Пригожин войну или нет, но тут можно двояко рассматривать эту ситуацию. Судя по той критике в последние дни его жизни, да, он вполне мог эту так называемую СВО и прекратить. Вот. Если бы он ее продолжал, то последствия для нас были бы более трагическими, потому что он бы переформатировал военную систему по образцу Чивака Вагна, да, то есть сделал бы ее не менее забюрократизированной, перецентрализованной, более гибко управляемой. Конечно, для нас бы это имело печальные последствия. Тут по русской поговорке бодливой корове бог рогов не дал, да, то есть мы не знаем, чем бы это закончилось в любом случае, но война либо бы угасла сразу, либо она разгорелась бы с новой силой и в более неблагоприятном для Украины и для российских добровольцев ключе. Друзья, верите ли вы в то, что Пригожин действительно погиб? Оставляйте ваши мысли в комментариях, что было бы, если бы он дошел до Москвы. Всегда интересно читать ваши мысли, я их лично все всегда с большим интересом просматриваю, поэтому, друзья, может быть, самые популярные ответы даже рассмотрим в последующих интервью. Пишите обязательно, после того, как лайки поставите праздничное этому видео, День независимости. Нас уже почти 8 миллионов на всех YouTube-каналах Дмитрия Гордона, и это здорово. Спасибо вам за то, что находитесь с нами. Максимилиан, ну вот сейчас на фоне последних событий мы видим, что растет определенный спрос, вероятно, и на нового Пригожина. Зет-патриоты, там такие турбо-людоеды, они недовольны реакцией Путина на вызовы, которые принес август. Насколько, ну вот, если появится в России в середине какой-нибудь людоед, который захочет, условно, добиться того же, чего добивался в свое время Пригожин, либо воевать, так воевать с новой силой, либо действительно там остановить боевые действия, поможет ли он появиться из числа именно нынешних оккупантов, нынешних оккупационных сил? Увидим ли мы версию Пригожина 2.0? Есть ли какие-то симптомы, полагать так? Вы знаете, именно версию появления такого лидера из российских силовых структур я верю мало. Почему? Потому что и до Пригожинского мятежа информация об этом мятеже просачивалась. Да, это понятно, что то же самое ФСБ инфильтрировало туда своих агентов, это понятно, оно получало информацию. Понятно, что Пригожин и Уткин, они далеко не глупые люди, и они проводили все мероприятия резко, внезапные обстановки, естественно, секретности, как это положено делать. Поэтому, собственно, мятеж начался удачно. Сейчас эти мероприятия по безопасности в российской армии, в силовых структурах усилены значительно. Представители этих силовых структур атомизированы, они боятся друг друга. Мои побратимы, которые перешли с той стороны, совершали какие-то, скажем так, диверсионные мероприятия в российской армии, потом перешли границу и присоединились к «Легиону». Они говорят, что было такое, что заднее число можно было узнать, что тут рядом с тобой человек, он тоже оказывается потом, как потом оказалось, вышел на связь с «Легионом», тоже работал, но никто никому не доверяет, все друг друга боятся, и это вполне нормально, потому что за такую деятельность могут запытать и обнулить сразу, вы это понимаете. Вот, поэтому внутри российской армии создание такого центра мятежа, оно достаточно проблематично сейчас. Кстати, я хочу подчеркнуть тот факт, что Пригожина боялись не просто живого, да, его до сих пор мертвы боятся. То есть продолжается кампания по дискредитации Пригожина, его кампания разгромлена, раздергана по частям, и по всем уголкам света и фронта Российско-Украинской войны распылена. Участники ЧВК «Вагнер» не получают льгот, положенных тем, кто участвует в СФО. Над могилой Пригожина ФСБ вроде бы ведет наблюдение, но вместе с тем кто-то ее постоянно оскверняет. Все аффилированные с ним лица подвергаются какому-то экономическому давлению или уголовному преследованию. То есть это показатель того, что Путин борется, как всегда, даже с мертвыми, да, как было с мемориалем Навального. Он старается тереть даже память о вот таких вот народных героях, с каким бы оттенком эти герои не были. Вот. И это же люди тоже видят и понимают, и у них купится злость и обида на такую власть. И они понимают уже все отчетливее, в какую пропасть ведет Путин Россию. И они видят, какую трусость проявляет Путин, который даже в Курск тот же самый безопасный не приехал, не пообщался с жителями, не выразил им поддержку, не вышел хотя бы по прямой связи с ними, не поговорил. Та поддержка, которая сейчас оказывается жителям Курска, она просто смешная, абсолютно это выглядит как издевательство. Но Путин что сделал? Он поехал на Кавказ, кланяется Кадырову. Это настолько демонстративно, это настолько унизительно. Надо понимать, что многие российские силовики участвовали в КТО на Кавказе, да. И они прекрасно знают, что те же самые кадыровцы там КТО не занимались. Они тупо переходят через соседнюю гору, режут барашка, там танцуют лесгинку, через неделю-две выходят, закрывают БРК, получают деньги, отчитывают со своему патрону, что все хорошо. А русские десантники, спецназовцы ходят, там каждую неделю подрыв у них, кто-то убит, кто-то покалечен. То есть они выполняют эту грязную работу. Они видят, как за счет российских регионов жирует Чечня, да, как она надувается, лопается от денег. Но я хочу подчеркнуть, что не живут в Чечне хорошо простые мирные граждане. Там страшный террор, страшная бедность, страшная тирания. И вот эта вот показушная роскошь Кадырова и его клана, которая просто оскорбительна для нормальных людей. Настоящие чеченцы все сейчас сражаются на нашей стороне, на стороне Украины. Вы знаете, что ни одно подразделение из чекирийских добровольцев вместе с нами, причем включу, защищает свободу Украины. Поэтому я верю в то, что... Извините, что так пространно, но хочется охватить всю обстановку, создать у наших зрителей полную картину происходящего. Поэтому я верю в то, что наше подразделение наберет силу, да, и совершенно с другими целями и задачами. Выполнить второй марш справедливости, что внутри России зреют условия для восстания народов России. Потому что очень много пассионарных молодых людей понимают, что вот текущий путь – это гибель России, гибель ее народов, в том числе малых народов, которые очень активно Путин истребляет на войне сейчас. И, конечно, гибель государственно образующего русского народа, который за период с 2010 года потерял порядка 8-9 миллионов человек за счет вымирания населения, за счет того, что многие уехали из страны. Самые трудоспособные, самые талантливые люди сразу после частичного объявления мобилизации покинули Россию. Многие погибли и скалечились на войне, да, и с этими людьми тоже надо будет работать с теми, кто вернулся с войны, оказывать им огромную психологическую помощь, встраивать их в новую Россию. В общем, никого не бросать, всеми заниматься. Вот, поэтому только вооруженный мятеж, не могу сказать, мятеж – это когда части переходят, да, меняют флаг. Вот наступление легиона, восстание народов России и на этом фоне переход проправительственных путинских войск на сторону народа. Как говорят на Востоке, когда ученик готов, появляется учитель, когда обстоятельства мы создадим, я подчеркну, мы создадим, а не будем их ждать, как вот эта кафешантанная оппозиция в Европе, которая ждет, что она на всем готовом зайдет в Кремль и правильно порулит нашей страной. Нет, мы потом кровью, своим трудом воинским, мы создаем ситуацию для смены режима, и мы это сделаем. Мы сейчас еще обязательно поговорим о реакции Путина на кризисные ситуации, потому что, когда Пригожин шел маршем, мы тоже помним, как разлетались частные самолеты из Москвы, и все выжидали, что же, что же произойдет. Однако, вот вы вспомнили об остатках ЧВК «Вагнер», и вот я помню, некоторые мои собеседники тогда, после смерти Пригожина, говорили, сейчас, сейчас соберутся те, кто был верен Пригожину, их было немало, вот они соберутся и, значит, предпримут что-нибудь, что в России, мол, запылает. В итоге никакой абсолютно ответной реакции на убийство своего лидера, своего командира, ну, а я понимаю, что у многих он там действительно, наверное, пользовался авторитетом, не произошло. Точно так же, как, кстати, когда и закрыли в тюрьму Гиркина. Миллион подписчиков в Телеграме, в общем-то, оказалось не значит ровным счетом ничего, и теперь все, что он может, это передавать через адвокатов свои какие-то робкие мысли по тем или иным поводам, боясь даже критиковать, как раньше, потому что понимает, что 4 года может в любой момент превратиться и в 25, и в 40, и в сколько угодно. Вот о том, почему это не вызвало, ну, вот это же подразделение, у которых есть, которые обучены, у которых есть вооружение, да, то есть, ну, вот те же там вагнеровцы. Никакой мести за командира, никакой реакции, все это просто проглотили. Ожидаемо ли это было? Это было, честно говоря, неожидаемо. Все-таки от того эсприт-де-корт, с которым гордился, да, то есть корпоративного духа военного, которым гордился Вагнер, не ожидали, что он так просто опустит руки. Это удивительно. Это на самом деле удивительно. Они могли бы многое сделать, даже без Пригожина, без Уткина, да, там достаточно крепких, опытных полевых командиров решительных, и это было удивительно, что их так придушили, где-то угрозами, судя по всему, где-то посулами, но в оконцовке, как мы видим, с их социальным статусом и с боевым применением их всех снова просто кинули, как это всегда делает путинская система. Да, это удивляло. Я не знаю изнутри ситуацию в ЧВК Вагнер, да, возможно, лидерство Пригожина и Уткина было ультимативным, и не была выстроена система лидерства, в которой один человек может заменить другого. Вот этого не должно быть в любом нормальном подразделении, в любой политической системе. Там не должно замыкаться все на одного человека. Система должна работать так, что в ней должно быть много талантливых людей, которые могут занять место выпавшего из рядов и продолжить его дело. А такая ситуация, как у Вагнера, наверное, случилась именно потому, что другие полевые командиры не обладали, вот кто-то из них, должным авторитетом. Может быть, они как-то не смогли перераспределить легитимно полномочия. И это привело к такой ситуации, что огромный потенциал, который был у этого подразделения не только на фронте, но и в потенциальной борьбе с режимом, он не был использован. Это ошибка, которую будущие повстанцы и будущие освободители России должны учесть и не делать. Продолжение следует...